В микрорайоне Сахалин до конца октября будут установлены ливневые очистные сооружения. Таким образом, частично будет решен вопрос со стеканием талых вод в весенний период и в период дождей, когда вода скапливается на тротуаре и проезжей части дороги. Насколько будет эффективна работа ливневой канализации и появится ли подобное сооружение, в центре окружной столицы расскажет Александра Литкова. Большое скопление талых вод весной и в период дождей на дорогах и тротуарах для горожан привычная картина. Страдают от этого и водители, и пешеходы. Решить проблему, казалось бы, просто – построить ливневые канализации. Как пояснили в профильном департаменте, работа эти весьма дорогостоящие. Сама ливневка, если делать ливневку в том смысле, в котором мы ее понимаем, это надо будет делать, прокладывать, в том числе прогрев, предусматривать и так далее. И тем более в центре города это надо проходить проколом. Это очень дорого и пока с неизвестным результатом, как она будет работать. Установку ливневой канализации в микрорайоне Сахалин можно назвать экспериментальной. Конструкция предусматривает стекание вод по желобам в очистные сооружения, которые будут установлены в районе лесозаводской курьи. Однако местных жителей беспокоит то, что в зимний период городские дороги посыпают песком, что может привести к забиванию желобов. Дороги начнут посыпать песком. Потом пойдут трактора, расчищать снег. И вместе со снегом, с песком это все поварится в ливневую канализацию. И мы боимся, что к весне ее забьет так, что придется чистить. А чтобы ее прочистить, надо предварительно снять сетки, сетки на четырех, на шести болтах. Чтобы их снять, надо опять разбивать бетон. Бетон у них забетонировано. Разбивать бетон. И посмотрим, конечно. Ливневая канализация предусмотрена и на участке дороги по улице Ленина, где в данный момент идет реконструкция дорожного полотна. Здесь будут установлены две накопительные емкости по 75 кубометров, куда и будут попадать талые воды с поверхности дороги, а затем откачиваться. Если оба объекта справятся со своей задачей, то подобные сооружения будут установлены при реконструкции других городских дорог.